книга открытым оком тема священство том 7 вопрос 1885 видно что автор многих житий был монах так он прославляет жизнь монашескую да и в епископы ставят только неженатых как будто умных людей нигде больше не найти как только в монастырях были ли случаи когда и измерян находили на управление церковью достойных отвечает игнатий тихонович лапкин такое было и не раз святой тарасий избран на на патриаршество измерян 1 царств 16 7 но господь сказал саму его не смотри на вид его и на высоту роста его я отринул его я смотрю не так как смотрит человек ибо человек смотрит на лицо а господь смотрит на сердце жития святого тарасия память 25 февраля цитата благочестивая же царица ирина со всем царским советом стала отыскивать на место павла человека вполне достойного и мудрого который бы мог прекратить церковное смятение но никого другого кроме тарасия они не находили тарасий был тогда мирянином посвященный последовательно во все иерархические степени святой был возведен на патриаршество имея крепкое упование что господь поможет ему истребить ересь иконоборцев житие святого сафрония память 11 марта иван милостивый 617 год патриарх александрийский сын сановника на острове кипре потеряв семью он посвятил себя аскетической жизни и заботам о бедных и хотя он не был ни монахом не клириком но был избран по желанию народа патриархом сделавшись патриархом он прежде всего сосчитал всех нищих в александрии и раздав им все имущество посылал щедрую милостыню как гробу господню давал у себя приют бедствующим выкупал пленных когда жители александрии страшась нашествия персов стали разбегаться и он отправился в константинопол просить войска для защиты города житие василия великого память 1 января приняв сам пресс-фитера святой василий все время свое посвящал трудам сего служения так что отказывался даже от переписки своими прежними друзьями опечения об иноках им собранных проповедание слова божия и другие пастырские заботы не позволяли ему отвлекаться к посторонним занятиям при этом на новом поприще он скоро приобрел себе такое уважение каким не пользовался и сам архиепископ еще недовольно опытный в делах церковных так как он избран был на престол кисарийский из оглашенных но едва прошел год его присвительства как епископ евсерий начал по немощи человеческой завидовать и не доброжелательствовать василию святой василий узнал о сем и не желая быть предметом зависти ушел в понтийскую пустыню житие григория низкого память 10 января когда против святого григория богослов возникла ожесточенная борьба со стороны некоторые части духовенства зараженного иеретическими лжеучениями или расположенного керетикам вследствие чего он должен был оставить константинопольскую кафедру святой григорий низкий вместе со многими другими всячески старался разрушить эту вражду но не будучи в состоянии сделать это преподал советы о вере и новом призвании приемнику григория богослова нектарио избранному из оглашенных левский память а левки исповедника видимо память 20 июня блаженный игумен никита представился к господу когда евтропию было еще только 17 лет несмотря на это братья посоветовавшись между собою просили юношу еще они постриженного выночества быть их игуменом когда же евтропию исполнилось 25 лет братья собравшись сказали ему зачем ты пренебрегать зачем ты пренебрегаешь и нашу нужду и нашими просьбами почему не хочешь быть нашим начальником вот прошло уже семь лет как мы со дня кончины блаженного отца нашего никиты не имеем игумена и каждый живет по своей воле смотри не ответить бы тебе за гибель нашу если какой-либо волк войдя в обители расхитит стадо божие мы же никого другого как только тебя одного желаем иметь своим отцом мы все видим твою святую жизнь знаем о твоем добронравии и данной тебе от бога премудрости так оставаясь непостриженным он являл собою пример истинного инока советом дорог малый золотник умением провидеть начало ручейка пороге смертный подводный гроб тайник кто быв предателем брал роль ученика не состоится дело без совета дочь хилую отдать не за царя в цене ли нынешние мелкие монеты а может все накопленное зря советника найти не так-то просто кто смел и мудр предельно осторожен быть может стал над ловленою тростью за столб сойти он вылезет он вылезал из кожи советы многомудры по писанию и никогда ни слова вопреки совета цель сродняет с небесами отсюда мысли все святые ручейки умение тайну сохранить до срока а иногда до гробовой доски не так как стрекотущая сорока ответ не заведет в пустынные пески идя к такому другу адвокату усердно попастись и поморись пусть даст господь ума ему палату совет же сохранит пусть пленка или лист блажен кто не раскается в избранном не проклянет советника ни разу хотя бы будь мудрей своих баранов как знаем глупость никого не красит и сам умея советы подавать тому кто к истине впервые прислонился знай удоверчивого легче своровать чем в прежнем статусе с доверием возвратиться советник нам иисус из назарета дающие просто всем и без упрека он сам свет истины от истинного света исполнит им самим назначенная в сроке 8 сентября 2003 год игнатий лапкин